Главное в обсуждаемом проекте инвестиция существенной части средств в формирование человеческого капитала. Этот шаг предполагает экономический рост, развитие научно-технического потенциала и оздоровление населения. Поэтому средства на спорт, образование, здравоохранение, бизнес и IT не пожалели. Расходы на спорт, например, увеличились с 40 миллионов до 65. Это, безусловно, важно, потому что календарь спортивного мероприятия является основной движущей силой и основным движущим моментом развития отрасли как в муниципалитете, так и в регионе, так и в стране. Поэтому увеличение календарного плана позволит увеличить проведение спортивного мероприятия, позволит в большей степени осуществить выездов на соревнования всероссийского календарного плана. И я не побоюсь, наверное, сказать о том, что за участием в таких спортивных соревнованиях, как чемпионаты и первенства России, стоят судьбы спортсменов. Кроме судеб спортсменов, законотворцы озабочены судьбами будущих рабочих и прочих специалистов. О них в бюджете разговор особый. Я сегодня представляю среднее профессиональное образование. Действительно, мы за последние несколько лет, наверное, впервые получили сумму, сумму 60 миллионов, которая будет направлена на бандернизацию профессиональных образовательных организаций. Эти деньги, как надеются депутаты, позволят училищам и колледжам улучшить материальную базу и кадровый потенциал. Видно, что региональный бюджет социально ориентирован. Удельный вес всех расходов на образование, здравоохранение, на финансовую помощь муниципальным образованиям, на социальные вопросы составляет примерно 72%. Оценка нынешнего бюджета очень высокая. Это бюджет, который очень серьезно прорабатывался. Это бюджет, который впервые дает нам надежды на перспективы очень серьезные. Он дает нам перспективы. Это бюджет, который впервые составлен с профицитами. Конечно же, это бюджет, который полностью основывается на наказе избирателей. Профицитность финансового документа достигнута не тем, что некоторые статьи расходов забыты, а тщательностью расчетов. Кроме существующих программ появилась и скоро заработает еще одна. Причем заработает по-новому. 400 миллионов выделяется на программу комфортной городской среды. В связи с тем, что довольно долго не выделялось средств, то, конечно, этих средств, наверное, нельзя сказать, что достаточно. Но это уже хороший задел, потому что в текущем 2017 году 156 дворов отремонтировали по программе создания комфортной городской среды. И это, конечно, очень здорово, потому что таких масштабных работ не было давно. Региональное финансирование программы увеличивается в два раза. Соответственно, и федеральное. Рекорды этого года по выполненным работам, вне всякого сомнения, будут побиты. Участников стало больше. Например, теперь в нее включены ТОСы. А это значит, что будут благоустроены не только дворы, но и общественные территории. Не оставлено и семейное пространство. Денег никогда не бывает много, но то, что происходит на днях, то, что закладывается денег больше, вот в плане семейный капитал, ну, это нас удовлетворяет, потому что мы участвовали на предварительных слушаниях, и поэтому мы в курсе дела. Правительство области до принятия бюджета постаралось четко расставить приоритеты и учесть все возможные нюансы и подводные камни не только социальной политики. Правительство области достаточно жестко подошло к ответу на вопрос, куда и в каком объеме мы будем направлять ресурсы, используя дополнительный целый ряд критериев. Кроме исполнения всех социальных обязательств, а это одно из главных оснований, обеспечивались финансирование направлений и мероприятий, которые работают на повышение благосостояния и качества жизни жителей области, которые являются определяющими для ускорения экономического роста и изменения качества этого роста, то есть формируют новую экономику и которые могут дать системный позитивный эффект для развития в целом нашего региона. В бюджете, пожалуй, чуть ли не впервые полностью учтены все социальные обязательства, прописаны модернизация и строительство не робкими линиями начинающего рисовальщика, а смелыми мазками опытного художника. Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73.